МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вновь поправки в антиковидные правила. Кому на этот раз разрешили работать? Нас топит, короче. Вода прибывает? Зимнее подтопление. Почему жители Бичурского района стали пленниками большой воды? А если еще крупнее увеличить, допустим, изображение, то можно увидеть такое вот мерцание камней. Минеральные краски и точные детали. Как создается бурятская танка и что она означает? Часть ковидных ограничений сняли в Бурятии. Поправки утвердил оперштаб правительства накануне. Изменения уже внесены в указ главы республики. Так, библиотекам увеличили разрешенную загрузку. Читальные залы теперь могут быть заполнены наполовину. А музеи наконец-то начнут проводить экскурсии. Правда, с количеством не менее 15 посетителей в группе. В самом же высовочном зале не должно находиться более 50 человек. Поправки внесли и для спортивных мероприятий на открытом воздухе. Теперь спортсменам и сопровождающим не нужно предоставлять справки об обследовании на ковид. Но при этом организаторы должны согласовывать количество участников с Роспотребнадзором. Во всех учреждениях и при проведении всех мероприятий сохраняется масочный режим, дезинфекция рук и социальная дистанция в полтора метра. Напомним, несоблюдение правил может грозить штрафом. Так, ресторан МРГ в центре города обязали выплатить 100 тысяч рублей. Поводом стал банкет на 16 человек. Роспотребнадзор зафиксировал нарушение еще полгода назад. Ответчик пытался оспорить решение, но Верховный суд оставил его без изменений. Напомним, запрет на массовые мероприятия по-прежнему действует. Между тем, число заболевших COVID-19 в Бурятии идет на спад. От коронавируса сейчас лечится около 1900 человек. Из них половина в стационарах. В реанимации 77 человек, 33 на ИВЛ. Один пациент скончался. 2020-й вообще обновил 8-летний максимум посмертности в Бурятии. Новые данные опубликовали в Росстате. Ключевыми стали последние три месяца, когда вовсю бушевала вторая волна коронавируса. На этот период приходится треть всех летальных исходов. Какие еще демографические антирекорды обновила наша республика, расскажет Сергей Смоленинов. 1433 человека умерли в Бурятии за прошедший декабрь. Почти на 100 смертей больше, чем в ноябре, который тоже отличился аномально высокой летальностью. В результате абсолютный рекорд месячной смертности за последние 6 лет. Такие цифры не могли не сказаться на общей статистике. Почти каждая четвертая смерть за год произошла в последние 2 месяца. И 2020-й стал худшим за последние 8 лет. Прямое влияние на это оказал, конечно, коронавирус. Болезнь забрала 606 жизней. Если бы не эти летальные исходы, то разница с прошлым годом была бы минимальной. Стоит отметить, что до абсолютных рекордов 2020-му далеко. Самый тяжелый период для Бурятии с 2002 по 2006 год. Тогда естественное убыль населения превысила 6000 человек. В то пятилетку республика потеряла 73,5 тысячи граждан. Примерно столько же, сколько за последние 7 лет. Благо этот год до естественной убыли не дошел. Родилось почти на тысячу больше, чем умерло. Но и этот показатель обновляет минимумы. За последние 18 лет рождаемость и естественная прибыль в республике – одни из самых низких. По всей России убыль за год выросла в два раза. Население страны стало почти на 700 тысяч меньше. Сергей Смоленинов, телекомпания «Оригус». Между тем, в учреждениях соцзащиты началась вакцинация от коронавируса. Партия и спутника ВИ получили 15 интернатов и 20 организаций социальной помощи семье и детям. Пока вакцина поступает небольшими партиями. На места отправляются выездные медицинские бригады. Врачи сначала проводят осмотр и получают письменное согласие. Привить успели больше половины сотрудников учреждений. Мы работаем с людьми пожилого возраста, чтобы не заболели наши бабушки и дедушки. И чтобы желательно поскорее нас открыли. Под пристальным присмотром врачей вакцину получили и те, кто проживает в таких учреждениях. Почти 73% подопечных уже привиты. Когда мы пришли, во-первых, доктор рассматривал, мерили давление на сахар, проверяли. Спрашивали, какие хронические заболевания, все. Но потом поставили прививку. Медики ходили несколько раз на день, спрашивали, как вы себя чувствуете. Сейчас жизненно важный укол получают только те, у кого нет медицинских противопоказаний. Следующая партия спутника уже находится в пути и вот-вот поступит в соцучреждения. Планируется, что вакцинация станет ежегодной. К другим темам. Директора Водоканала подозревают в мошенничестве. Жаргалу Цибикову предъявили еще одно обвинение. По версии следствия, чиновник за счет предприятия дважды ремонтировал свой внедорожник. И при этом заставлял главного бухгалтера переводить денежные средства в автосервисы, похитив таким образом более 100 тысяч рублей. Поэтому сейчас директору Водоканала, кроме обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении веренного имущества, вменяется и мошенничество. Напомним, в настоящее время Цибиков находится под стражей. Расследование продолжается. Продолжаем выпуск. Тактику лечения двухмесячной Адисы Гармаевой местные врачи обсудили на телеконсилиуме с московскими. Напомним, у девочки спинальная мышечная атрофия первого типа. Спасти ее может только препарат за 160 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о его приобретении президентским фондом «Круг добра». Сбор средств для Адисы продолжается. Уже собрано около 20 миллионов. О других новостях короткой строкой далее Евгения Жировова. Врачи бьют тревогу и просят родителей внимательнее смотреть за детьми. Только за сутки в ДРКБ поступило пять малышей от года до четырех лет. Все они проглотили инородные предметы. Монеты, канцелярские скрепки и батарейки. Детям оказали медицинскую помощь. Сейчас с ними все в порядке. Подобная история происходит ежедневно, но не все заканчиваются хорошо. Так что убирайте подальше все мелкие предметы. А вот 54-летний житель Буретии решил убрать подальше три камня нефрита весом в 1, 2 и 10 килограммов. Он нашел их два года назад во время командировки на горнодобывающем участке и спрятал в тайнике. В этом году вернулся и предложил полицейскому вывезти нефрит. Но тот все рассказал руководству. Уже на суде мужчина заявил, нефрит хранил, цитирую, с целью созерцания. В итоге созерцать теперь нечего. Камни изъяли, выписали штраф на 100 тысяч рублей. Гораздо большая сумма требуется Улан-Удэнскому доцану на Верхнеберезовке. Там строится дворец Будды сострадания и милосердия Овалокитишвары. Внутри планируют установить статую Будды высотой в 21 метр. Она будет самой высокой в России. Также, возможно, единственная в мире, изготовленная из байкальского кедра. В самом же дворце откроют ретритный центр и библиотеку. Помощь в строительстве могут оказать прихожане. Именные кирпичи заложат в стены дворца. Восточный экспресс только набирает обороты. Смотрите во второй части выпуска. Почему все чаще жители сталкиваются с грубостью в маршрутках? И как не допустить хамство на дороге? Подробности в материале Кристины Сосниной. Фтизиатры бурятии бьют в набат. Специалисты не исключают всплеска заболеваемости туберкулезом. Почему, выяснял Сергей Соголов. Вместе зимовать теплее. Как пережили сибирские морозы обитатели зоосада? Интересовалась Ольга Арсенукаева. Высаживают не там, где надо, заставляют убираться или платить больше положенного. Только за неделю на поведение маршрутчиков отношения детей жаловались 4 раза. Почему поездка на общественном транспорте для несовершеннолетних стала как квест, который не всем удается пройти? Тему продолжит Кристина Соснина. Моему возмущению нет предела. Ребенка укачало в маршрутке. Он попросил водителя остановиться, но тот проигнорировал. Когда вырвало, увез на конечный. Водителю показалось мало. Он начал кричать на меня, что не умею считать, и должен еще 2 рубля. Водитель увез ребенка на конечный и заставил убираться в автобусе. И это все события ближайших дней. Сегодня утром очередная жалоба на водителя 40-го маршрута. Якобы увез школьника мимо остановки. Сейчас нарушителя ищут по ГЛОНАСС. Уже связались с руководством перевозчика. Конфликты с детьми в комитете по транспорту давно взяли под особый контроль. Высаживать их нельзя. Даже если нет денег на проезд, надо убедиться, что ребенок вышел, не находится в опасности, при необходимости. Если он знает телефон, то звонить его родителям, сказать, где ребенок находится. Проверяют извозчиков не только после жалоб рейды. Каждый день смотрят наличие документов, исправность транспорта и соблюдение ПДД. Ежедневно минимум десятки протоколов. Чаще всего не пристегиваются, не пропускают другой транспорт. Или вот так забывают включить поворотник. Раньше ежегодно на городских перевозчиков поступало около 3000 жалоб от горожан. В прошлом году на треть меньше. Добрых дел, напротив, говорят, стало даже больше. К примеру, вчера, рискуя получить штраф, водитель 59-го маршрута подобрал школьника вне остановки. Он говорит, я повернулся и увидел, что едет маршрутка. Стал махать. Так как понимал, что там остановки нет, он побежал, видимо, за маршруткой. И маршрутчик увидел его верхкого заднего вида. Пожалел, скорее всего, его остановили, подобрали его и довезли. Это неравнодушное человеческое. Если человека поблагодарят хотя бы на работе, мне кажется, и, возможно, что в следующий раз он довезет какого-то еще ребенка. А родители благодарность направили в комитет по транспорту на маршруте. Говорят, что дети часто попадают в приключения. Забывают деньги, забывают, говорят, что теряют. Ну, естественно, ну, что с ребенка возьмешь? Естественно, ну, ладно, иди. Собрали у нас, часто проводятся. И, в принципе, наш директор говорит, что дети, если вдруг, вы лучше их забираете. Потому что могут быть проблемы. Ну, проблемы для мальчика и для нас тоже. В комитете по транспорту отмечают половину жалоб на водителя, что обижают детей в социальных сетях или анонимно. Такие сообщения, конечно, проверяют. Но подтверждаются не все. Куда эффективнее результат при личном обращении. К примеру, водителя, который увез ребенка и заставил убираться, уже уволили с маршрута. Кристина Соснина, Виктор Горновской, телекомпания «Ригус». Отрезаны от цивилизации жители в Бичурском районе. Один из поселков окружила вода. Как выяснилось, ситуация не меняется вот уже три недели. Что стало причиной и возможно ли ее решить в следующем материале. Крус, ворот, закрываю. И вот наша вода. Сколько тут метров. Вот это все рядом с нами. Наступление стихии было очевидным еще с осени, когда на водохранилище в Новосретенке сломалась заслонка. Она регулировала поток речной воды. Из-за поломки стихия зашла на главную улицу деревни. Ежедневно наледь поднимается на 10 сантиметров и подступает к жилым домам. На сегодня в большой опасности четыре из них. У меня очень большая влажность дома. И обваливается в подполе земля. Если она сегодня в таком темпе будет бежать, он завтра утром около ворот в воду встретится. О проблеме спасательные службы узнали в четверг. Чтобы отвезти воду, место засыпали гравием. Жителям предложили пока ходить в обход через поле. Мероприятия по устранению проводятся поэтапные. Сначала мы здесь преградили доступ воды в село. А сейчас устраняем с тому причину. Пытаемся во всяком случае. Ремонтные работы уже ведутся. После звонка нашей редакции на место отправился и глава поселения. Принято решение сделать дамбу и дополнительные ограждения возле водохранилища. Спасатели и чиновники контролируют ситуацию. Сержанты Мердегеева, Елизавета Рябова, телекомпания «Оригус». Возвращаемся в столицу. У дежурного по городу тоже забот хватает. Тема недели – общественный транспорт. И мы продолжаем принимать ваши заявки, видео и фото по некачественной работе столичных маршрутов. Неравнодушные горожане присылают нам вопросы и по другим проблемам. Очередная подборка в рубрике «Народный контроль». Стоило немного потеплеть, как обострилась старая добрая проблема – неубранный снег на крыше, который имеет неприятное свойство превращаться в сосульки. А это уже реальная угроза как для жизни, так и для имущества. Вот примеры прямо в центре города. В управлении административного контроля обещали уже сегодня наведаться коммунальщикам, отвечающим за дом. За игнорирование проблемы им может грозить штраф от 50 тысяч рублей. Если есть угроза снега, наледи сосулек с крыш домов, то об этом необходимо прежде всего сообщить в управляющую организацию. В случае непринятия ею мер по устранению нарушений, бездействие такой организации может быть обжаловано в городскую жилинспекцию, а также в районную прокуратуру. Но есть места, где таяние наоборот вызывают тоску. Ледовые городки в Бурятии по традиции работают до конца праздника Белого Месяца. Но на площади революции смысла в горке уже нет. Вроде еще холодно, кататься можно, но горку воду не обливают, поэтому было из дерева. Надеюсь, все равно хотят кататься. Детскую катушку на площади революции мы стараемся еженедельно подливать по мере необходимости. Я думаю, сегодня в ночь также производится будет заливка данного катка. Если бы все городские проблемы можно было решить так просто. К примеру, вернуть статус главного сквера столицы Гурсаду. Но пока там такая картина. Вот так вот выглядит картина в центре города, недалеко от МВД, МЧС. Вот таких красивых зданий. Рядом присутствуют вот такие вот деревья. Когда здесь будет чисто, безустроено, непонятно. Ответ на вопрос нам обещали дать в дирекции по паркам. О решении этой и других проблем расскажем в итоговой программе ДПГ неделя. Уже в эту пятницу. И продолжаем принимать от вас видео городских проблем. Особенно ждем все, что касается общественного транспорта. Обстановка в республике тоже вызывает опасения только у фтизиатров. Специалисты прогнозируют увеличение заболеваемости туберкулезом. Из-за чего это произошло и можно ли переломить ситуацию, разберемся в следующем материале. В чем метод заключается? Вот различные виды клапанов, различного калибра, диаметра. Подбирается под каждый бронх. Вместо операционного стола кресло, вместо общей анестезии местное. Фтизиатры бурятии используют современные щадящие технологии. После небольшого вмешательства больной выздоравливает в разы быстрее. Заживление ковырны идет в разы быстрее. Если, например, полость распада закрывается месяцев 10-12, то при установке блокатора мы видим эффект буквально на следующий день спадения. По-хорошему можно через три месяца. На Дальнем Востоке такой метод используют только в трех регионах. Бурятию называют лидером не только по внедрению современных методик, но и по снижению случаев заболевания. Если мы в 2020 году выявили примерно около 400 человек больных туберкулезом, то в 90-е годы мы выявляли 2500 больных. То есть это показатели по заболеваемости у нас упали во много раз. В разы снизилась и смертность, но расслабляться рано, считают специалисты. Они прогнозируют волну заболеваний. Это затишье перед бурей, особенно перед ковидом. Мы действительно ожидаем сегодня всплеск заболеваемости туберкулеза, потому что понимая о том, что сегодня иммунная прослойка, она достаточно снижена сегодня. Мы понимаем, что сегодня главное нам сегодня раннее выявляемость, дабы не допустить вот этого всплеска заболеваемости. Чем раньше выявить туберкулез, тем легче лечить. На ранних стадиях до шести месяцев, а прихронических – это годы. В самых запущенных случаях человек может стать инвалидом. Сергей Соголов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Работаем за еду. Чаще всего зарплата жителей Дальнего Востока уходит на продукты питания. К такому выводу пришла служба исследований портала ХХРУ. Специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников опросили соискателей. И вот что выяснилось. 95% дальневосточников тратят заработанные деньги на еду, 83% на оплату коммунальных услуг, 75% на связь, ТВ, интернет и лишь 15% жителей региона расходят зарплату на образование. Жители Дальнего Востока тратят зарплату на досуг и отдых реже остальных россиян – 25% против 39%. На уход за собой, на фитнес, массаж и салоны красоты – 20% против 28%. При этом среди жителей округа больше тех, кто расходует заработную плату на оплату коммунальных расходов, транспорт или личный автомобиль, лекарства и лечения, а также кредиты. А на что тратят свои доходы наши горожане? Мы решили спросить об этом у них самих. Подробности – далее. На что уходит большая часть вашей зарплаты? Вот. На детей. Семья основная. Автомобиль. Просят кушать. Это еще смотря в каком месяце. Всегда по-разному бывает. В этом месяце начались рабочие будни, обеды. Ну, на продукты, проезд. Я снимаю дом. На основная часть туда уходит. На продукты и на одежду. Коммунальные услуги. На развлечения. Походы ходим. На Мамай. Ну, в Байкальск мы ездили. Пять тысяч первый раз и пять тысяч второй раз. На продукты, да еще на одежду. Сейчас сагалок, сейчас у нас всем родным надо покупать эти подарки. Большая часть вообще-то уходит на коммунальные, на питание, ну и все остальное. Книги. Ну, еще хобби есть. Какие? Ну, это секрет. Семь тысяч архивных документов стали доступны для просмотра. Истории о грабежах, убийствах, голоде и геноциде можно увидеть на выставке без срока давности. Тематические показы приурочены ко дню памяти жертв нацистов. Они проходят по всей России. Я обвиняю их в том, что развязывая мировую войну, они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан. Это лишь часть выступления Романа Руденко 75 лет назад. Главный прокурор Советского Союза тогда впервые озвучил факты о том, что действительно происходило во время войны. Сколько человек погибло от рук нацистов, число оккупированных городов и какие из них разрушены. Здесь представлены архивные документы, некоторые из которых, ну, не так давно были растекречены. Выставка нам показывает все зверства фашизма, которые совершались в период Второй мировой войны. Впервые архивные документы показали в прошлом году. За сохранение исторической памяти проект получил премию «Победа» и звание лучшего проекта года. Познакомиться с материалами можно до 23 февраля в Национальном музее Республики Бурятия. Параллельно можно заглянуть и на выставку буддийской танка. Свои работы на суд зрителей сегодня представил известный в этом жанре художник Николай Дудко. О кропотливой работе и миссии своих творений далее слово автору. Эту выставку мы здесь в стенах Музея истории Бурятии специально подготовили и посвящаем предстоящему празднику Сагалдан. Потому что для Бурятии и для всего восточного мира этот праздник потрясающий. Это как обнуление. Поэтому для того, чтобы показать, мы выбрали именно эти танка. В частности, в центре изображение Будда Шакьемони в окружении 16 архатов. В окружении своих учеников, которые потом как последователи. Архат Бакула. То есть это тот прямой ученик, перерождался многократно, многократно. И нам посчастливилось, ну нашему поколению, по крайней мере, встречать его уже здесь, в Бурятии. Закончил я ее во время пандемии. И то есть все время работы было посвящено только этой танка. Изображение Палдан-Хамо. В текстах так это описывается. Гневная, свирепая богиня, скачущая посреди океана крови и ужаса. Потому что она очищает, она оберегает, она сахьюсона. И вот на Сагалган все обряды и хуралы делаются именно посвященные ей. И здесь можно видеть при хорошем рассмотрении, при хорошем свете, как работает золото. А если еще крупнее увеличить, допустим, изображение, то можно увидеть мерцание, такое вот мерцание камней. На самом деле палитра буддистская состоит всего из пяти цветов. Пять камней, которые мы используем. Лазурит, малахит, киноварь, аурипигмент. И белым цветом используется вот эта морская раковина. Золото очень новое используется. Чистое. 999-й пробы золота. Танк – это как живое общение с божествами. А это нам обратно отдача дает нам духовную силу. Мы энергию очень огромную получаем. Если мы научимся такие вещи хорошо понимать, естественно, мы будем уложительно относиться к таким работам. Учение буддизма, философия, духовная практика буддизма подразумевает все-таки не только единомоментное какое-то там исполнение желания человека или еще чего-то, а все-таки длительность какую-то. И вот этой длительности я желал бы людям, пришедшим или приходящим сюда на выставку. Не приходить на обряд Дугжуба призывают жителей республики. Особенно это касается людей преклонного возраста и детей. Ограничения, понятное дело, вводят из-за пандемии. 10 февраля во всех датсанах республики прочтут молебень 10-ти сахьюсоном, защитникам учения. После проведут обряд очищения в преддверии Сагалгана. По Улан-Удэ разожгут 13 ритуальных костров. Верующих призывают воздержаться от присутствия на их сжигании. Не можем запрестить людям посещать, мы можем только рекомендовать. Вот мы рекомендуем, именно с утра уже эти костры будут стоять, и люди могут в течение дня до 6 вечера приходить и возлагать свои тесто, какие-то бумаги. Как выяснилось, даже этот ритуал не обязателен. Очиститься можно и духовно. Салфетки, тесто, наверное, можно даже не бросать уже по новой традиции. Ну, не на утро, а здесь получается старый. Просто мысленно подумать. Когда молебен проходит в этот период, подумать, что вот все мои негативно плохое сгорает в огне. Все плохое уходит в этом году, и я чистый буду переходить в следующий год. И тогда вот эта мысль ваша, которая идет, она как энергия, да, получается, это все будет услышано божествами. Мысленно, если помолитесь на расстоянии, разницы нет. Все ламы говорили, что разницы нет, на каком расстоянии ты молишься. Специальный молебен начнут читать в 17.30. Костры разожгут в 6 вечера. Для безопасности верующих организуют онлайн-трансляцию как самого молебна, так и церемонии сжигания ритуальных костров. Готовятся к Сагалагану и в этнографическом музее. В честь праздника там пройдет красочная акция. Посетители в национальных костюмах смогут пройти бесплатно. Посмотреть в музее есть на что. Например, на обитателей зоосада. Как перенесли питомцы сильные морозы и обжились ли на месте новые обитатели, решила узнать Ольга Арсенукаева. Она очень игривая. Я порой прихожу туда, и мы с ней бегаем. Во-первых, ей двигаться надо побольше, чтобы активно, чтобы мышцы развивались. И вот мы туда-сюда, туда-сюда. Игрушки какие-нибудь стараемся принести. Колесо, посмотрите, на что превратилось. Она действительно тянется к людям. Но опять у нас получилось. Ой, да что... Что такое-то балдеж-то какой? Потеплело. Вот потеплело, и животные совсем по-другому себя ведут. У Ванюхи рога отвалились уже. Ваня, 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 иди сюда. Не, видите, они комбикорм поели, сено пожевались, теперь жвачку жуют. Они как морозы. Они вообще практически не страдают. У них вот домик, они туда... Ни дождь, ни снег, когда они туда практически не заходят. Им проще зимовать, чем в лесу. Это как раз берлоги наших медведей. То есть с обратной стороны они заходят с вольера, забираются в берлогу. Она глубоко находится под землей, сверху еще утепленная. Впадают в спячку уже который год. Но единственное, что, конечно, здесь у нас не лес, все-таки шум, люди приходят, ребятишки кричат все-таки. Они и бывают, что зимой выходят. Вот у нас недавно малыш вышел, как раз вот оттепель, когда была семья у них тоже как-то раза два или три выходила. То есть это, ну, как бы нормально. А это так называемый зимник. Там проводят самое холодное время года все птицы и теплолюбивые животные. Это еноты и альпака с малышом. Внутрь нам зайти не разрешили, поскольку это карантинная зона. Все животные очень близко сидят друг с другом. И если заболеет один, то могут заразиться и остальные. Они пришли совсем маленькие. Я говорю, они были похожи на козочек такие. И шерсть у них уже такая, да, шкурка, вон какая стала красивая зимняя. И рога какие прекрасные выросли. Очень оказались чувствительны к перееданию. То есть когда мы их посетителям доступ дали, летом, осенью их очень много раз откачивали. И они-то зиму пережили очень хорошо. Наоборот, когда жарко, им тяжело. Это все новости к этому часу. Далее у нас рубрика «Сфера интересов». Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Хорошего вечера. Хороших магазинов должно быть много. Федеральная сеть магазинов бытовой и цифровой техники ДНС открыла новый гипермаркет в Улан-Удэе. Теперь покупки станет совершать еще проще. Здесь все, что нужно для дома, работы и отдыха. Холодильники и плиты, стиральные машины и телевизоры, смартфоны и встраиваемая техника. А еще техника для уборки и кухни, для красоты и здоровья. В гипермаркете ДНС столько всего, что подобрать подарок по душе и поздравить своих близких с Агалконом не составит проблем. ДНС – это важное преимущество. Огромный выбор товаров в наличии и на заказ, выгодные акции и доставка. Новый ДНС теперь и в торговом центре «Мед». Успевайте! Скидки, техника и бонусы про запас будут ждать вас. ДНС – меняем мир к лучшему!